Итоги уходящего от четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Масочный режим. Гигиенисты отправились в рейд по общественному транспорту. В салоне мы смотрим, чтобы была наглядная информация о ковиде. Какие итоги? Столб дыма. В среду днем на Куйбышево горели сараи. В результате оперативных действий МЧС пожар моментально ликвидировали. Есть ли пострадавшие? Отдых с пользой. В молодежном парке прошел праздник лета Первомайское. Вот такой праздник для наших жителей мы делаем каждый год. Что подготовили организаторы? А также июльские изменения, новые должности и союзное государство. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Какие затронули темы? Добраться домой здоровыми в Бобруйске продолжается проверка соблюдения масочного режима. Сегодня на контроле специалистов общественный транспорт, в частности маршрутные такси. Соблюдают ли бобручане масочный дресс-код, узнала Карина Гуревич. Ежедневно сотни бобручан добираются на работу и обратно на общественном транспорте. Гигиенисты в очередной раз проверяют маршрутки совместно с сотрудниками ГАИ. Тормозят 40-ю. И по классической схеме маски нет ни у водителя, ни у пассажиров. Ответы тоже разнообразием не отличаются. Жара, неудобно. Закончились. Если врачи где-то и понимают людей, то пандемия нет. Она не делает поблажек ни в жару, ни в холод. Следующая маршрутка и ситуация повторяется. Водитель с гигиенистами не спорит. А вот один из пассажиров внезапной остановки не рад. Я не хочу одевать маску. Я не с вами разговариваю. Я маску одевать не хочу. Не кричите, пожалуйста. Почему он должен меня заставлять одевать маску? Мы спрашиваем с водителем по году беседы, а не с вами. Потому что это прописано в санитарных правилах. Следующая остановка – конечная 6-го микрорайона. Здесь водители должны обрабатывать салон, поручни и даже руль. А также отмечать это в журнале регистрации. Таковы правила. Хоть процедура и занимает буквально пару минут, но, увы, делают это не все и не всегда. Да. Маршрутчик показал запас масок и даже заверил, что дезинфицирует свой автомобиль. Вот только подтверждения нет. Ни где не отмечаю. Отмечал две цитратки. Я их уже списал. Надо завести третью, чтобы отмечать каждую запись. А вот второй совсем соглашается. И про надобность масок, и про закупку коди средств только на деле снова ничего. Говорит, что даже если будет соблюдать правила, то пассажиров заставить невозможно. Скажите, вы делаете дезобработку в салоне поручни, ну вот этих доступных мест, которые… Ну, периодически делалось, но я же ему говорю, что они всегда получаются. А покажите, чем вы делаете для средствах, где ваши… Нету сейчас с собой, вам показалось. Нету ничего с собой. Ничего, ни антисептиков, ни масок, ничего. Гигиенисты проверяют и междугородние маршрутки. Ситуация там обстоит лучше. В шорт-листе также автобусы, троллейбусы и такси. Каждое утро водителям должны измерять температуру. Это, как и обработка салона, заносится в журнал. Есть санитарные правила, в которых прописано, что на транспортных средствах водители должны носить маски. В салоне мы смотрим, чтобы была наглядная информация о ковиде. На входной двери должны быть предупреждающие знаки о том, что без маски не входить. Даже в обычное время соблюдать дистанцию сложно, а в час пик просто невозможно. Именно поэтому так важно использовать маску и антисептик. Это касается как водителей, так и пассажиров. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Поджог или несчастный случай. В среду днем на Куйбышево горели сарай. ОЧП сообщил очевидец. В 14.21 он позвонил на номер 112. С его слов внутри никого не было. К моменту прибытия спасателя открытым пламенем горел один из блоков коллективных сараев. Постройку окутал плотный дым. В результате оперативных действий МЧС пожар моментально ликвидировали. Условий для распространения пожара не было. Огонь повредил 15 квадратных метров кровли, а также стены и имущество. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты. Одна из предполагаемых – занос постороннего источника зажигания. Минздрав в Беларуси обновил статистику покои-19. За минувшие сутки зафиксировано 1023 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 418 212 человек. С сегодняшнего дня въехать в Россию из Беларуси будет возможно только при наличии установленного мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19». С помощью него можно найти нужную лабораторию и сдать вне тест на коронавирус. Результаты будут находиться в общей системе. При отрицательном ПЦР-тесте можно свободно перемещаться в границах всех стран ЕС. Сертификаты ЦТ, телефонный разговор и пятничная ненастья. 2 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Какая будет температура? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах. Отдельно главы государств остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями стороны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы. Июль принес несколько изменений. В частности, нововведения коснулись бюджетников. Например, для медиков отменили максимальное ограничение надбавки за сложность и напряженность работы. В сфере культуры отныне предусмотрены выплаты за высокие профессиональные и творческие достижения. До 25% от оклада, а сотрудники информационной сферы могут претендовать на премии в размере до 50% пунктов. Выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси начнут с 16 июля, а за резервные дни – с 23. Получить их можно в пунктах проведения. Напомним, испытания стартовали 16 июня. 2 июля абитуриентов ждет физика. Последним станет «Всемирная история» 8 числа. Минздрав ввел новые должности медицинских и фармацевтических работников. Среди них – пластический хирург, детский психиатр и медврат. Это связано прежде всего с учетом потребности практического здравоохранения, а также с введением новых форм и методов оказания помощи. 2 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности. В пятницу будет облачным с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди и прогремят грозы. Ожидаются сильные ливни. В отдельных районах – град, ветер до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 13 до 19 тепла, а днем прогреется до 28 выше нуля. Попался с поличным. В Минске задержали 21-летнего бобручанина, который реализовывал наркотики. Молодой человек работал на наркомаркет в Бобруйске, но периодически приезжал в Минск. Собирал крупные расфасованные партии веществ и впоследствии раскладывал в спальных районах столицы. И так на протяжении 4 месяцев. При задержании у парня было обнаружено изъято 62 грамма вещества, которое в дальнейшем было передано экспертам. Экспертиза установлена, что вещество содержит особо опасное психотропное вещество – параметил и федрон. Следователям не дана права оценка действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Активный отдых в молодежном парке прошел культурно-спортивный праздник – лето 1-го майское. В программе метания воздушных шаров, наполненных водой, дартс, футбольной пенальти, силачи поднятия, гири соревнования по катанию на самокате. Для самых маленьких жителей района конкурс «Ползунки». Про безопасность во время каникул напомнили сотрудники МЧС и ГАИ. А кинологи Бобруйского отдела департамента охраны провели показательные выступления. Вот так вот весело, задорно, да, каждое лето мы встречаем этот праздник, потому что Первомайский район молодой, Первомайский район яркий, поэтому вот такой праздник для наших жителей мы делаем каждый год. Также любой желающий мог покататься верхом на лошади. К слову, все гости праздника получили памятные подарки и море позитивных эмоций. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.